В год памяти и славы, когда все мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне, особое внимание уделяется не только фронтовикам, но и всем, кто так или иначе приближал День освобождения нашей страны. В нашем репортаже мы расскажем о мероприятии в 16-й средней школе имени Героя России гвардии майора Сергея Таранца, где честовались заслуженные славянцы. К сожалению, все меньше в живых остается ветеранов Великой Отечественной войны, которые победили немецко-фашистских захватчиков. Как известно, победы в сражениях во многом обеспечивались трудовым героизмом оставшихся в тылу, которые работали не покладая рук под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Свой вклад в снабжение армии всем необходимым вносили даже дети. И сейчас они – труженики тыла, узники фашистских лагерей, настоящие герои военных лет в центре нашего внимания. Видеть и слышать этих людей важно прежде всего подрастающему поколению. Они должны видеть вас в первую очередь, встречаться с вами и гордиться вами именно для того, чтобы в последующем поколении не забывать те трагические моменты, которые именно ваше поколение вынесло на своих плечах. Я просто хочу пожелать вам мира, добра вам, вашим семьям, здоровья самое главное. Мы вас помним, не забываем. Всего вам доброго. Самые добрые слова прозвучали в адрес десяти приглашенных в школу от председателя Славянского совета ветеранов войны и труда. Вам есть и поклон за то, что вы сделали для нашей страны. И наше поколение, которое пришло после вас, ваши дети, ваши внуки, мы и сейчас стоим на страже наших завоеваний, потому что, ну, стыдно бы было, если бы ваши подвиги мы бы забыли. В ознаменование приближающегося 75-летия победы ветераны были награждены юбилейными медалями. Эта торжественная церемония, конечно, очень растрогала награжденных. Учащиеся подготовили для почетных гостей праздничный концерт. За плечами у каждого из ветеранов огромная жизнь, наполненная самоотверженным трудом на благо Родины. Они воспитали детей, есть у них внуки и правнуки. Но военное лихолетие до сих пор в памяти. Все нас сгребали, помогали. Вот мальчики на лошадях, а мы складывали в эти кучки. Вот так мы жили. Все мы это помогали. Вечерами носки вязали, варежки. Вот простому солдату мы вязали, значит, пяти пальчики стрелять. Там же эти были такие рукавички вот брезентовые, а эти тепленькие. Николай Слюсарь во время войны попал в фашистский концентрационный лагерь, где находился вместе со своими родственниками. И там он участвовал в сопротивлении гитлеровцам. Конечно, уже помогал как мог партизанам. Тетя моя была связной партизан, а я с дедушкой. И дедушка ремонтировал наары, а я ходил за ним хвостиком. И во время, когда уже подошли советские войска, тетя нас брала своей сестрой и уводила в поле. Этими людьми по праву гордятся юные славянцы и равняются на них, беря с ветеранов пример. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».